Сегодняшняя тема видео вот такой ажурный узор, он мне очень понравился и предлагаю его связать вместе. Оставайтесь со мной. Всем привет, меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube канал, который посвящен коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. Сегодняшнее видео будет посвящено мастер-классу вот по этому ажурному узору. Он немного напоминает какие-то зигзаги или даже какие-то треугольники. Мне он очень понравился и сегодня мы с вами вместе его разберем. Итак, это красивый ажурный летний узор. В моем этом образце 31 петля, это уже с кромочными я считаю. В ширину в раппорте 14 петель, а в высоту раппорт составляет 16 рядов. В данном случае я здесь связала в ширину 2 раппорта и плюс 2 кромочные. И тут еще одна петля добавляется для симметрии вот с одной из сторон. В чем еще особенность этого узора? В том, что по изнаночной стороне изнаночные ряды вы провязываете по рисунку. То есть здесь нет, как очень часто бывает в ажурных узорах, все вяжется изнаночными. Нет, здесь вот лицевые петли провязываются конкретно лицевыми. Изнаночные изнаночными. Накиды провязываются тоже изнаночными петлями. Конечно, этот узор не двусторонний, но мне он тоже очень понравился. И сейчас будем его поэтапно разбирать вместе. Итак, я, конечно, для наглядности связала здесь 2 раппорта, но вы будете вязать так, как вы хотите, как вам удобнее. Сама схема выглядит вот так. Я ее отсканирую обязательно и размещу в ссылке под видео, так что заглядывайте в инфобокс. Вяжется узор очень просто. Здесь нужно уметь выполнять накиды, а также провязывать 2 вместе петли с наклоном вправо и наклоном влево. И, в принципе, здесь все основные знания и умения на этом и заканчивают. Итак, первый ряд. Кромочную я снимаю. Далее изнаночная петля. Накид. И после накида следуют 4 лицевые петли. Далее нужно провязать 2 лицевые с наклоном вправо. Я их провязываю вот таким образом. Далее изнаночная петля. 2 лицевые с наклоном вправо. Вот так. И 4 лицевые. Далее следует накид. И на этом раппорт заканчивается. Я же здесь продолжаю вязать. Все тот же раппорт. То есть у меня изнаночная. Накид. 4 лицевые. 2 лицевые с наклоном вправо. Вот так. Изнаночная. 2 лицевые с наклоном вправо. 4 лицевые петли. Далее накид. Раппорт здесь тоже заканчивается. Второй уже. И тут вот для симметрии изнаночная петля и кромочная изнаночная. Изнаночные ряды я вяжу все по рисунку. Накиды вяжу изнаночной петлей. У меня по рисунку лицевые. Провязываю лицевыми. Итак, третий ряд. И следующие. Получается два ряда. Третий и пятый дублируют первый ряд. То есть они вяжутся совершенно идентично. И начинаем все с того же. Изнаночная петля. Первая в раппорте. Далее накид. 4 лицевые. 2 петли лицевой с наклоном вправо. Изнаночная петля. 2 петли с наклоном влево. И снова 4 лицевые. Затем идет накид. Раппорт завершается. И снова изнаночная петля. Накид. И 4 лицевые. Далее 2 петли с наклоном вправо. Изнаночная петля. 2 петли вместе с наклоном влево. 4 лицевые. Накид. Изнаночная. Для симметрии которая. И кромочная изнаночная петля. Далее я провяжу изнаночный ряд. Затем пятый ряд, который дублирует эти два. Не буду его показывать в видео. И вернусь сюда. Итак, а у меня тем временем седьмой ряд. Начинаем его так. Кромочную я снимаю. Изнаночная. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Я это делаю вот так. Далее 4 лицевые петли. Накид. Изнаночная. Снова накид. 4 лицевые. И 2 петли нужно провязать вместе с наклоном теперь уже вправо. Я их разворачиваю нужными мне сторонами. Вы провязываете так, как они у вас расположены на спице. И на этом раппорт заканчивается. Изнаночная петля. Начинается новый раппорт. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. 4 лицевые. Накид. Изнаночная. Накид. 4 лицевые. Далее 2 петли с наклоном вправо. Провязываю их лицевой. Раппорт на этом завершен. 1 петля для симметрии. Кромочная. Изнаночная петля. Изнаночный ряд снова я вяжу по рисунку. Накиды изнаночными петлями. Далее 9 ряд. Кромочную я снимаю. Изнаночная петля. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. 3 лицевые петли. Далее накид. Изнаночная петля. Лицевая. Снова изнаночная. Накид. 3 лицевые. И 2 петли нужно провязать с наклоном вправо. На этом раппорт завершился. Еще один раппорт я вяжу. Все так же. Изнаночная. 2 петли с наклоном влево. 3 лицевые. Накид. Изнаночная петля. Лицевая. Снова изнаночная. Далее накид. 3 лицевые. 2 петли с наклоном вправо. Раппорт завершен. Для симметрии изнаночная петля и кромочная изнаночная петля. Далее изнаночный ряд. Начинается одиннадцатый ряд. Кромочную я снимаю. Изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 лицевые. Накид. Изнаночная петля. Изнаночная петля. Далее 3 лицевые. Изнаночная петля. Снова накид. 2 лицевые. И 2 петли с наклоном вправо. Раппорт на этом этапе завершен. Следующий раппорт. Изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 лицевые. Изнаночная петля. Накид. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная. Накид. 2 лицевые. Снова 2 лицевые с наклоном вправо. Изнаночная петля для симметрии. И кромочная изнаночная петля. Далее изнаночный ряд. Итак, 13 ряд. Кромочную я снимаю. Изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее изнаночная. Это уже новый раппорт начался. 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая. Накид. Изнаночная. 5 лицевых. Далее изнаночная. 2 петли вместе с наклоном вправо. И на этом раппорт завершен. Изнаночная для симметрии. И кромочная изнаночная петля. Далее изнаночная. Далее изнаночный ряд. Ну и уже 15 ряд. Он завершающий из лицевых. Кромочную я снимаю. Первая петля изнаночная. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Получается такая аккуратная косичка. Накид. Изнаночная петля. Далее 7 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо. 6, 7. Изнаночная. Накид. И 2 петли с наклоном вправо. Провязываю их лицевой петлей. И здесь такая аккуратная косичка. И второй раппорт. Изнаночная. 2 петли с наклоном вправо. Лицевой. Далее накид. Изнаночная. 7 лицевых. Изнаночная. Накид. 2 петли с наклоном вправо. Готово. Симметрия изнаночная петля. И кромочная изнаночная петля. Остается последний, 16-й завершающий ряд. Изнаночный. И на этом узор готов. На этом вязание узора завершается. Здесь 16 рядов в высоту. Он напоминает то ли волны, то ли треугольники. Мне очень понравился такой вариант. Он немного даже как-то объемный. В зависимости от пряжи, я думаю, еще будет по-разному выглядеть. Можно даже палантин, я думаю, так связать будет очень хорошо. Особенно, если эта пряжа какая-то легкая и воздушная. Будет отличный вариант на лето. Ну и кардиганы тоже будет отлично выглядеть, если они вот такие немного ажурные и чуть-чуть объемные. Ну, все ссылки, как обещала, оставлю под видео. Заглядывайте, смотрите обязательно инфобокс. Там будет схема. Иногда по схеме связать довольно просто. Если особенно все понятно, никаких вопросов нет по условным обозначениям, то заходите, смотрите и вяжите. Ну, а я желаю всем удачи, побольше вдохновения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Пишите, если у вас остались какие-то вопросы. Напишите, мне обязательно понравился ли вам такой узор. Мне вот он очень понравился. И я решила поделиться таким узором со всеми вами. Всем удачи и пока!